Значит, я делал в этом году опыты, и опыты Сергея Валерьевича, все время агроном с большой буквы, все время присутствовал при этих опытах. Опыты такие, поле, например, 80 гектар, которое стимуляторами роста обрабатывали одной фирмы половина поля и половина поля другой фирмы. Там, где мы обрабатывали стимиксами, получился урожайность 42-43 центнера, поэтому воду как бы неплохой. А там, где иным препаратом работали, там 32-34, то есть, ну, как бы заметен рост урожайности от применения стимиксов. При одинаковом расходе применения в удобрении, то есть, удобрения одинаково применяли и там, и там. Поэтому стимиксы я в этом году заброшу везде другие технологии и начну применять стимиксы полностью на всех своих площадях, так как виден результат. Ранее, годами ранее, там 2-3 года назад, я применял и стимиксы, и другие препараты, ну, троих фирм. Также стимиксы показали себя лучше несколько, чем те другие остальные препараты. То есть, методом проб и ошибок я пришел к мнению, что стимиксы лучше дают эффекты. Также мой сын, который делает эти некорневые подкормки, он, именно он, на опрыскивателе ездит, на тракторе, ночами, днями, там, ну, ночами брызгаем, конечно, ночами. Он в восторге от этих препаратов, потому что он, как бы, непосредственно видит результат этих действий, этих препаратов, ну, и результат тех других препаратов, которые мы применяем. Ну, еще пару слов о минеральных удобрениях, об удобрениях, в принципе. У нас есть в моей деревне несколько фермеров, которые получают более высшие урожаи. Но при этом они, если я ложу удобрения всяких, там, селитра ли, там, сложные ли, при всех, там, 250-300 килограмм, то они ложат тонн на 200, тонн на 300 и получают ненамного больше урожая, при том, что, наверное, себестоимость у них, там, гораздо более высокая килограмма зерна. Поэтому сегодня я хотел бы с агрономами решить вопрос, а сколько, в принципе, нужно нам этих удобрений применять? Надо ли нам тонну ложить? Или там хватит этих 200 килограмм? Работаю с агрономами, которые вот Александр Егорыш и Сергей Валерьевич. Все у меня. Вячеслав Владимирович, точнее еще вопрос. Какова площадь вашего хозяйства? И я так понимаю, что вы только на части площадей применяли препараты Стимикс. Какую долю занимают как раз посевы? 50% я применяю сегодня Стимиксы, 50% иными. Но иные показали себя хуже. Иных еще два, ну, две другие фирмы. Как бы, как тот хохол, пока не откусишь, не попробуешь. Вот я попробовал, пришел к мнению, что Стимиксами надо занять все площади. И плохо применяла их почвенный препарат. В этом году приобрел и буду работать по стерне, стерневой, да, стерневой имеется в виду. Вот на следующий год, если мы соберемся в этом коллективе, я вам всю правду расскажу. Ну, а пока 50 и 50 препараты со Стимиксом. Какую дали урожайность? Нет, я не готов сказать так. Я вот именно 80 гектар, которые, вот 42 и опытные, да, и там 34 дали в среднем. То есть, 40 гектаров у меня дало 42 урожайность поля, а это 34. Ну, то есть, разница там, сколько получается, 6-8 центнеров. Ну, как бы, достаточно 800 килограмм, считай, тонна, и сегодняшняя цена 13 рублей, это неплохо. И качество, главное, что качество есть. Железная четверка, тройку нет, железная четверка. Ну, правда, по нашей сегодняшней жизни, оказывается, надо было за качеством не бежать, не ложить эти деньги там на качество, а делать количество, и тогда, опять же, агрономы говорят, что если ты хочешь качества, то количества не получишь. Если ты хочешь количества, то качества не будет. Ну, вот так вот. Ценовая политика сегодня закупщиков такова, что разница между, там, пятеркой и тройкой, один рубль всего, не стоит это, не стоит работа качества этих денег, надо тогда уходить на количество, и все, и не надо там всем пядей во лбу иметь, и деньги большие вложить на это дело. Вот мне, как ученому, когда я прихожу и пытаюсь кого-то научить, я встречаю очень большой элемент недоверия. То есть на рынке огромное количество разных-разных панацей от разных-разных проблем, и я не всегда могу разобраться в этом во всем, а куда уж разбираться ребятам, которые от цехи, которые на поле, и которым приходят, и там же есть талантливые ребята, еще и продавцы, то есть есть талантливые агрономы, есть талантливые продавцы. У меня был знакомый, который мог продать старые пиджаки и дырявые носки. Вот у него был талант, то есть там продать что-то у него не было. И, конечно, вот люди встречаются с такими талантливыми людьми, и самый главный такой способ защиты – это вот сделать мощный фильтр составить. Я просто иногда теряюсь, я не знаю, что мне делать. Я говорю, слушайте, давайте пузырек подарю препарата, ты его попробуй, этот пузырек, а потом ты бабушке отдай, жене отдай, кому. И потом ты скажешь, как вот тебе, понравилось, не понравилось. Вот иногда это бывает единственный способ. Иногда бывает, вот просто говоришь, ну вот солому сейчас вот убрали урожай, там солому нужно что-то делать. У нас есть агрохимические такое предложение, возьмите 100 кг селитров, насыпьте. 100 кг селитра на гектар – это 1500 рублей, да, где-то там. А когда ему говоришь, возьми препарат там за 300 с чем-то рублей, ну за 400 пусть, он чуть меньше 400 стоит, и обработай соломой, и будет тебе лучше, чем селитры, вот он не верит. Почему? Потому что сила привычки. Привык деньги ложить полторы тысячи, а тут ему что-то дешевле предлагают. Точно какая-то засада есть. И приходится вот прямо вот шаг за шагом, мы их там 4 препарата сделали. Я с 2006 года эту тему запустил. Я еще был тогда в монастыре Свято-Троицкой Сергея Лавры, но я этой темой занимаюсь 30 лет. И ко мне обратился один товарищ Петр Багдасаров из города Тихорецка. Он говорит, слушай, придумай что-нибудь для соломы. И вот я приехал туда, сидел в гостинице, что-то думал. У меня было 2-3 варианта на солому, и вот у нас 2 варианта прижились. Сейчас даже 3-й вариант мы сделали, основные. А еще мы сделали на солому риса. Вот говорят, рис это проблема солома, вот ее там жгут, это все дымит. У нас 126 тысяч гектаров риса по стране. Основная часть в Краснодарском крае немножко в Ростовской области, немножко и совсем немножко в Астраханской области. В общем, это тема. Мы с Институтом риса в 2014 году закончили тему разложения рисовой соломы, и обрабатывали солому, она разлагалась, и получалось 6 центнеров плюс на следующий урожай. То есть мы придумали, а в 2014, то есть как только мы придумали, и статья в журнале специализированном есть, коробка, у них там есть такая известная личность, договорился, что можно солому жечь. И как только солому разрешили жечь, вся эта тема закрылась. А мы как раз вот-вот придумали, я думал, вот мы сделали дело, она у нас пойдет. У меня сейчас вопрос, мне звонят с Эквадора, и мне звонят с Вьетнама. И говорят, сделай нам препараты на рис. Но мы им сделали, просто вопрос, у них вообще, у них же несколько урожаев риса, и у них стыковка очень маленькая, не успевает. Нам нужен месяц на солому риса. Если кто слушает вот из рисоводов, или будет слушать, у нас это есть. Теперь я хочу несколько слов сказать по пожневным остаткам, потому что эта тема у нас номер один, номер два, номер три, и она у нас идет в контексте почвы. Тоже тема у нас почему-то все время выпадает. Вот когда систему Нормана Барлауга, про которую рассказывал, где много-много минеральных удобрений стали внедрять, у нас в 70-х годах началась деградация почвы. И вот если мы смотрим на почву, с правой стороны почва как губка, с левой стороны у нас почва как комок глины, слетая, так называемая. Если во времена агробиологического развития сельского хозяйства у нас было обязательно условие, что почва была такая. Второе. Вот это разрез, и мы видим, что выше рыхлого слоя, который обрабатывается землей, примерно вот шириной 25-30 сантиметров пробка, плита. Корни не пускает. Если мы будем смотреть корни подсолнечника или корни рапса, это будет клюшка такая. То есть она упирается вниз и дальше не идет. Этим страдает 99% почв. Практически каждое поле, куда я захожу, я там эту пробку нахожу. Где-то она плотнее, где-то чуть-чуть менее плотнее. Это показатель разрушения структуры почвы. То есть когда почва будет такая рыхлая, как губка, то минимум до глубины 50 сантиметров она будет вся такая. Не будет разделения на два слоя. Вода будет проваливаться вниз и будет накапливаться. А вот это, когда структура разрушилась, там идет разделение анаэробной анаэробной слои. С одной стороны это действие тяжелой техники, а с другой стороны это признак деградации почвы, когда возникает вот это сверхуплотнение. И микробы, анаэробы, они специально это уплотнение держат. Это их конкурентная среда обитания. Они же конкурируют. Вот они специально уплотняют, чтобы верхние микробы туда не лезли. А у нас проблема. Мы же жалуемся, у нас влаги нету. А вот эта картинка-то, она обычная везде. То есть, есть осенняя влага бывает, весенняя, зимняя. Она должна проваливаться вниз, а у нас там плита стоит. И у нас получается сверху то жидкая грязь, то вдруг все быстро высыхает, и мы начинаем зависеть от этих дождиков. Вот прям молимся, все, Господи, дай нам дождик. Мы абсолютно не умеем работать с этим делом. Вот я фотографировал спаханную землю в хозяйстве. Вот эта штука называется чемодан. Я видел чемоданы по 12-15 килограммов. Это везде я видел такое. То есть, земля потеряла структуру. То есть, бывает это, пашут землю из расчета, что зимой будет мороз, она намокнет, и когда вода замерзает, разрывает это все. Вот мы видим, вот типичный вопрос разрушенной почвы. На разрушенной почве огромное количество инфекций, огромное количество болезней. И вот интересная вещь. Помните, я Фазарио манилеформ вам говорил. Один из признаков, вот этот флаговый лист, видите, свернутый в трубочку, в иголочку. Возбудитель, причина, грипп, Фазарио манилеформ. А болезнь, ну как вот у нас болит живот, там же разные причины могут быть. А болезнь называется трахеомикоз. То есть, в момент налива зерна, грипп перекрывает поступление воды снизу, в основании стебля. Он сидит, его мицелий перекрывает. И создает растениям сильную засуху. То есть, растения начинают сильно страдать от нехватка воды, даже если вода будет. И флаговый лист, когда он зеленый работает, вдруг он начинает быстро высыхать. Он должен высыхать с сохранением пластинки, как это было раньше. Вот с 2014 года я вижу вот это появление. 2014-2015 год. Вот это наше щупловатое зерно. Почва страдает дисбактериозом. И мы видим в почве, видите, остатки соломы прошлогодней. Иногда я находил и солому третьего года. Солома не разлагается. И это самое хорошее место для этого фузария манилеформа. Он там накапливается. А про червей мы вообще забыли, что черви могут быть. Потому что в этой бетонной плите там червям не выжить. Потом, хочу сказать, что в мире проблемы существуют. В 2000 году был введен термин здоровье почв. Soil health. Когда я обратился к нашим почвоведам, я три года, три съезда подряд. В 2008 году был в Ростове. В 2012 году был Петрозаводский. И в 2015 году был в Белгороде. Съезд почвоведов. Я обратился к руководству съезда. Говорю, нужно вводить понятие здоровья почвы. Потому что нужны черви, нужны представления о том, что там что-то происходит. А если мы будем заниматься агрохимией, у нас же не будет понятия, что происходит. Если мы сейчас наберем Soil health USDA, USDA – это Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов, там прям огромные страницы, информационные по Soil health, по восстановлению здоровья почвы. Ну, и вот получается, что у нас термин введен в 2000 году. Это Soil health – это способность почвы функционировать как живая система. Мы ее рассматриваем как живая система, поддерживать жизнедеятельность растений и животных, поддерживать, улучшать качество воды и воздуха, а также здоровье животных и растений в рамках экосистемы. То есть это живая земля. И был у нас хороший человек, умер в июне прошлого года, Соколов Михаил Сергеевич, академик. У нас есть его лекция записанная, у нас на сайтах она выставлена, в наших сборниках фильмов. Есть статья в информационном агентстве «Регнум». Он ввел вот это понятие здоровья почвы, пытался ввести, несмотря на огромное сопротивление наших ученых. Они даже книжку написали, что почва должна быть очень много разных там существ. Второе, она должна самоочищаться от разной химии очень быстро. И третье, она должна сопротивляться развитию патогенной биоты. То есть вот такой термин. И я хочу тут показать вам маленький фильм для закрепления, потом мы пойдем дальше, что мы придумали по здоровью почвы. Левая плесень, видите, одна. А с правой стороны наличие каких-то разных живых существ, которые находятся в почве. То есть мы делим. Есть почва живая, есть почва неживая. Ну, это такое немножко искусственное деление. Вот это почва, которая огромное количество плесневых грибов. А вот это, где много червей. А там мы видим, ну, лежит и лежит, лежит и лежит. Пару слов скажу еще раз о плодородии. То есть плодородие – это не минеральное удобрение, которое мы туда насыпали. Современная система представлений очень архаична. Основные термины не обновлялись много лет. Сильно мифологизировано и политизировано. То есть, если вы знаете, у нас приняли совершенно непонятный закон, потому что Единая Россия сказала, мы его никогда не примем, который сделали коммунисты, Кашин в частности, где он написал, что если агрохимики будут определять в почве, что там мало содержания минеральных солей, а соли – это агрохимический потенциал урожайности, то землю будут забирать. Помните? И публично никто никогда бы не приняли. Вот пользуясь тем, что коронавирус, о том, что публичность исчезла, вот этот закон они протащили через Думу. Хотя сказали, что он никогда не пройдет. Теперь по плодородию почвы. В мире не 20 сантиметров охрана плодородия почвы, полтора метра, та глубина, которая проходит корневая система. И еще очень интересный момент, когда у нас смотрят отдельно почвы, растения и микробы. Ну, живые существа почвы, скажем так. У нас все рассматривают отдельно. Растения отдельно, почвы отдельно, микробы отдельно. На самом деле это единый живой комплекс. И микробы делают доступными питание. Для растений. И мы говорим, что системообразующим признаком понятия плодородия является биологическая активность в ризосферной зоне. Итак, кого и как можно поселить почву, или как из соломы сделать микробные удобрения, восстанавливающие почву. Я рассказывал, что в 2006 году я очень плотно погрузился в эту тему. У нас к тому моменту был опыт Террио Хига. Это японец. Он доктор-садовод, не микробиолог. Пытался сделать в 1983 году. И у него получился препарат для разоплотнения почвы. То есть он выходит с какого-то маленького острова в Японское море. Народ там жил бедно. И он для садоводов сделал систему выращивания мандаринов карликовых, которые были востребованы на рынке. Но там проблема была, что крона маленькая, невозможно трактором ходить между деревьями. И там началось уплотнение почвы, которое снижало урожайность. Он взял много-много разных микробов в лаборатории, потом мешал, у нее в конце концов ничего не получалось. Психанул, куда-то вылил на пустыре. Легенда рассказывает, что там вырос огромный лопух. И потом он вспоминал, что туда он вылил. Этот препарат был назван кюсей, что в переводе с японского называется армия спасения. У нас иногда он появляется, каким-то образом заходит на рынок. Говорят, что в нем 80 микробов. Но мы точно знаем, что там не больше 8 микробов. Мы его брали, купили вначале закваску 250 литров. Там вообще выяснилось, вообще там 2 микробы вместо 8. А потом, причем японцы сделали закваску, мы с ними поругались, они нам прислали первичный состав, в нем 8 микробов. И на этом микробе была госпрограмма, которую сделали в 1995-2000 год, вытащили Корею из состояния голода. Потому что минеральные удобрения туда перестали идти, которые шли из Советского Союза. И у них резко упала урожайность. Вот они смогли с помощью него, этого препарата, что-то сделать. У нас этот препарат есть, из той японской закваски. И вот напротив, Александр Георгиевич, этот, фитостим-GP. Вон, нет, вот справа. Фитостим-GP, да? Вот, фитостим-GP, это и есть вот этот японский препарат. Он у нас используется как отдельно, так в смеси с другими фитостимами. И используется как один из вариантов НИВы для разложения пряженных остатков. Он работает медленно, но препарат заточен на разуплотнение почвы. Мы работаем препаратом, который называется НИВА-Б. Препарат запатентован. В нем 15 микробов в одной пробирке. Мало того, что просто разные микробы. Когда его собирали, каждый микроб поддерживает друг друга. То есть, каждый микроб является... То есть, этот препарат как единый сложный микроб. У него огромные свойства. Мы сделали его вариант на пожневные остатки. Я сейчас сделал вариант, даже где работают с трабилуриновыми препаратами, фунгицидами, абакусом, амистаром экстра. Он даже с легкостью разлагает эту солому. Обработанную, потому что другие препараты не работают. Потому что остаточное действие пестицида не дает разлагать. Вот этим препаратом работал Петр Григорьевич Ратушный. Когда ему нужно было убрать вот эту погибшую листву. Он дал пол-литра на гектар. И мы, когда видели его посевы, там уже ничего не было. Все сухое он съел. Вообще вылезал все. Два раза по пол-литра. То есть это 120 рублей на раз. Это вполне допустимо. То есть он работает, съедает мертвую растительность. Он занимает поверхность растения, чтобы она не была заселена патогенными грибами. И он тоже хорошо разуплотняет почву. Этот вариант, который у нас идет НИВАБ плюс 30 для разложения соломы. К сожалению, на рынке есть недобросовестный товарищ, который пытается его продавать. Хотя патент у нас, я не знаю, что с ними делают. Но Бог управит. Я надеюсь, они меня слышат, что Бог управит. Теперь по соломе. Вот это я под Новочеркасском снимал в свое время. А вот это мы в Песченокопском районе взяли лопатой, стали копать. И что мы наткнулись? Оказывается, вот это ячмень убранный, а вот это у нас, ребята, пшеница прошлых лет. Иногда бывает прошлого года, иногда бывает и позапрошлого года. Мы в Татарстане пошли, стали копать. Они говорят, у нас в прошлом году здесь был рапс. Я говорю, поздравляю, а откуда солома пшеницы? Она у нас позапрошлого года. То есть мы имеем сейчас дисбактериоз почвы, когда почва не может ничего переваривать. И вот вопрос, как пробиотики для почвы, вот эти вот составы, которые могут лечить. Вот этот состав с актиномицетами, это НИВА-А, он у нас считается самый быстрый. Мы его делали, когда была эпоха бактериозов, потому что он подавлял бактериальные корневые гнили очень хорошо. Солом он чистил, и бактериальные гнили он обрабатывал. И у него интересные свойства. Вот эти вот микробы выделяют вещества, которые являются стимуляторами роста растений. Вот этот Ставропольский край, вот это раскустившийся зимый чмень. Красивый. Я могу сказать, что я первый в России запустил сложные препараты, и вообще эту тему стал развивать. Меня несколько, как это сказать, тревожит то, что у нас на поля пошла триходерма. Очень много препаратов для разложения соломы, это чистая триходерма. По той причине, что триходерма, она разложит солому, но это не почвенно образующий гриб. Она делает из соломы труху, она не восстанавливает плодородие почвы. И нас предупредил Патыков Владимир Филиппович, академик Национальной академии наук Украины. Он сейчас в Институте вирусологии и микробиологии, заведующий отделом фитопатогенных бактерий. В 1975 году он писал научную работу, научные исследования дел. Тогда наука была очень добросовестная. И сказал, ребята, будьте осторожны с триходермой. Если ее будет больше определенного процента, вот вы так, не играйте с ней. Она может перейти в жутко агрессивное состояние. И вы вместо плодородия почвы получите проблему. Ну, поскольку у нас только начинается, еще не наткнулись на эту тему. Ну, вот я разговаривал с овощеводами в Астраханской области, которые там одно время ее по пять, по шесть лет подряд. Они говорят, можно такую проблему получить. Поэтому нужно очень аккуратно работать. А в чем может быть проблема от триходермой? Она переходит в агрессивное состояние и начинает продуцировать микотоксины. Ее становится много, и она начинает со всеми воевать. Задача что? Мы ее суем, а она начинает захватывать территорию. То есть она хочет быть в большинстве. Вот что мы сейчас имеем в почвах? Когда структура нарушилась, у нас появились анаэробы. Что им надо? Им нужна плотная почва, раз. Во-вторых, они выделяют вещества, не дающие развиваться другим. Так называемые микотоксины. То есть их выделение. Вот плесень, вы видите, что плесень. Вообще, плесневый хлеб нельзя есть, потому что можно потравиться. И вот они выделяют. Там нету червей. Исчезают дождевые черви. Первый признак накопления микотоксинов. Они уже почву через себя пропускают, а там идут вот эти плесневые грибы. Вот мы Щербиновские районы работаем в Краснодарском крае, холдинг один небольшой. Они, когда мы начинали, у них не было червей. И мы вот сделали настробилуриновые препараты Нива-Б плюс 30, быстро работающие. И они сейчас берут у нас каждый год и говорят, после второго года применения у нас появились черви. И когда был вопрос, а было ли до того, как, они говорят, не замечали. То есть, хозяин спрашивал агрономов, давайте, может быть, откажемся, ну, мало ли там. Они говорят, ну, черви. А черви – это признак, что почва живая, а живая почва – это значит высокое плодородие. Как вносить эти препараты на прожневные остатки? Вот, дискатор. Есть несколько вариантов. Вот он идет, бочка с микробами. Ну, тут либо перед первой батареей дисков, либо после второй опрыскиватели стоят, он брызгает, идет и дискует. И все очень просто. Я сейчас покажу, как это все выглядит. Есть варианты, что есть фирмы, которые делают эти насадки. Ну, не у всех есть хороший, не у всех хороший есть инженер. Так. Продолжение следует... ...